Вот у нашей конференции. Сегодня у нас очередное пленарное заседание. Первый доклад по программе конференции Сергеева Армена Глебовича. On Moduli Spaces of Young Mill Fields on Air Force. Я хочу еще начать с того, чтобы у нас зарето-организатор за возможность выступить здесь, смогу побывать в этом замечательном месте. Я хотел бы рассказать сегодня об одной проблеме, которая некоторое время назад привлекала повышенное внимание, но, к сожалению, так и осталась нелесотой. Здесь речь идет о понимании, о пописании структуры Полея Янга Милса, о понимании структуры этих объектов. Я не предполагаю, конечно, что все присутствующие знают, что это такое, поэтому я начну с определений, что это за объект такой и как с ним жить. Итак, сначала я введу Полея Янга Милса. Пусть G это компактная группа, или в физической терминологии калибровочная группа. И в качестве такой группы, для тех, кому не нравятся общие компактные группы, можно считать, что это просто группа матриц SU2, группа матриц унитазных матриц размером 2х2 с определительным единицей. Этого вполне достаточно для, на самом деле, это очень бесплатно к общему случаю. Итак, я предполагаю, что G это компактная группа, или, например, группа матриц, как я сказал, а это связанность, или, как на физическом языке, это калибровочный потенциал, на IR4. Можно, опять же, для тех, кому не нравится слово связанность, можно считать, что это просто один форма с матричными коэффициентами. Ну, общее определение, что это один форма со значениями в алгебре Ли-Ж этой группы. Значит, для тех, кому не нравится, можно считать, что это просто дифференциальная форма, один форма коэффициентами, которые являются матричные функции. Кривизда этой связанности, или физической терминологии, калибровочное поле F, сдается уже два формы на этом, R4, со значениями в алгебре Ли или просто с матричными значениями, если хотите. Нет, калибровочный поле он приведет в самую связанность. Что, что, что? Калибровочный поле он в учителя в самую связанность. Я привык, что это калибровочный потенциал все-таки связанность называется. Ну ладно, не будем вспомнить. В любом случае, да. Во всяком случае такое я встречал, но я не держусь за это наименованием, я буду пользоваться основной математической терминологией. Она выражается вот такой вот формулой, где если A это матричная, где D это то, что называется квариантная внешняя производная, порожденная этой связанностью. Ну а если в том случае, когда A это форма с матричными значениями, это обычный дифференциал формы, а это коммутатор коэффициентов в обычном смысле, в матричном смысле. Тогда вот главный наш объект, это действие Янга-Милл создается такой формулой, интегралы от нормы f в квадрате по всему пространству, которые стремятся к единице на бесконечности. Ну в том случае, когда это матричные, то это просто матричные функции на F4. Под действием вот этих калибровочных преобразований Калибровочные потенциалы и связности и кривизны преобразуют следующим образом. Вот потенциал преобразуется таким образом, а кривизна преобразуется таким образом. Где G, группа G, здесь вот действие группы G на дифференциалы, на то, что со значением Валгемрили, это действие, как всегда, задается по присоединенным представлениям. Или в том случае, когда это матричные функции, это просто обычные матричные операции, обычные матричные умножения. Поскольку сам действие не изменяется, и потом, как мы увидим соответствующее этому действию, уравнение тоже не изменяется по действиям таких образований, Нас будут интересовать не столько все возможные решения соответствующих уравнений Эйлера, сколько факторов этих решений по таким преобразованиям. Ну и вот основное определение. Поле F называется полем Ярга-Милса, если оно является критической точкой функционала, имеющей конечные действия. Соответствующий потенциал я называю связанностью Ярга-Милса, ну или как можно. Тут есть разные названия. Конечно, не трудно написать уравнение Лагранжа для этого функционала. Одни имеют такой вид, где звездочка F равно 0, где D звездочка это оператор, формально сопряженный к тому оператору D, который я только что вводил. Вот он был здесь, этот оператор. Значит, этот оператор действовал из 1 формы в 2 формы, а формально сопряженный к нему действует из 2 формы в 1 формы. В этом случае, в четырехмерном, его можно записать в более простом виде от оператора звездочек. Это оператор D со звездочкой можно записать как звездочка D звездочка. D звездочка это оператор Ходжа на R4. Это оператор, который сопоставляет форму, дополняющую ее до формы объема. Это стандартный оператор Ходжа. В данном случае, он сопоставляет, можно посмотреть как он действует. Значит, F это была 2 формы, теперь мы применили, для звездочка стала 1 форма. Или здесь. Была 2 формы, звездочка к нему 2 формы. Это оператор D сопоставляет E1 форму, и звездочка сопоставляет 2 формы. Где звездочка, это я уже сказал. Пользуясь вот этим соотношением, оператора Эллира Лагранжа можно записать в таком вот виде. D звездочка F равняется 0. Вот это и есть наше основное уравнение. Оно называется уравнением Янда Милса. Часто его дополняют еще одним уравнением. Точнее, тожеством. Тожеством Янки, которое есть вот Df равно 0. Значит, D от звездочка F. Звездочка F это 2 формы. D от звездочка F равно 0. А здесь Df равно 0. Но это уравнение для калибровочных полей выполняется автоматически. Поэтому можно просто помнить об этом. Возможно, иногда его дописывают в уравнение Янда Милса. Но мы все-таки будем называть уравнение Янда Милса вот это уравнение. И как я сказал, мы заинтересованы в том, чтобы описывать решение этого уравнения. Но нас не интересует пространство всех решений. Нас интересует пространство решений с точностью до калибровочной эквивалентности. Это и есть главный объект, который нам хотелось бы изучать. Еще одно важное понятие, которое с этим связано. Мы будем называть поле F автодуальным или антиавтодуальным. Если звездочка от него, а звездочка от него это 2 формы, как я сказал. Если звездочка от него совпадает с самим полем F. И соответственно антиавтодуальным, если звездочка от этого поля равняется минусу. Тогда, если мы посмотрим на уравнение уравнение Бьянки, вот уравнение F. Отсюда вытекает, что если уравнение Бьянки для таких выполнено, а оно автоматически выполнено, как я сказал, для полей Янга Милса. То если звездочка F равняется F, то здесь будет просто D от F равно нулю в силу тронисту Бьянки. Поэтому решение вот таких уравнений, которые называются уравнения дуальности, звездочка F равняется плюс-минус F, они автоматически удpesравляют уравнение Янга Милса. Это такой специальный класс решений уравнений Янга Милса. И в отличие от уравнений Янга Милса, которые, как мы видим, имеют второй порядок по связности. Потому что F было производной связности, значить здесь стоит вторая производной связности. Как и положено для критических точек. То эти уравнения, видите здесь звездочка F равняется F, то есть они по связности, они первого порядка. Это решение уравнения первого порядка Конечно, такие искать все-таки проще, чем решение уравнения второго порядка Я потом скажу, как это решение можно находить Который называется этапологическим зарядом этого поля На самом деле, этот этапологический заряд имеет прозрачный этапологический смысл А именно, пользуясь теоремой Оленбека, компактности Любую связанность с конечными действиями Энгемилса Можно обязательно продолжить до связанности в некотором расслоении на ДРС4 И тогда этот Энмариант будет вырождаться в термах характера черна Этого продолженного расслоения, уже компактного многообразия В частности, если вот же наша группа, как я сказал, вот СУ2 То это просто будет второй класс черн, написан здесь Поэтому этот Энмариант топологический И, естественно, расматривает теперь, описывает решение с фиксированным топологическим зарядом С этого стоит начать Так вот, если мы сейчас ограничимся, действительно, будем рассматривать в фиксированном топологическом классе Тогда мы увидим, сравнивая вот эту формулу, вот эту формулу и предыдущую формулу Ведь они отличаются только плюсом и минусом Поэтому от СУ2 сразу вытекает, что действие всегда больше, чем топологический невариант С точки зрения до какого-то константа, точнее, модуль этого топологического неварианта И минимум этого действия в заданном топологическом классе Если мы зафиксируем теперь этот топологический невариант, положенный в равном К То минимум, равный вот этому, будет достигаться в случае, когда К положительный Он будет достигаться на антиавкутуальных полях То есть на решениях вот этого уравнения А при К большем нуля, ну просто из сравнения этих двух формул Вытекает, что при К меньшем нуля он будет достигаться на авкутуальных полях Тем самым, вот эти решения уравнений первого порядка, как можно было и ожидать Это на самом деле локальный минимум Таким образом, локальный минимум, вот эти таким образом, по крайней мере, легко интерпретируются Конечно, отсюда до описания очень далеко еще Но, по крайней мере, ясно, что они имеют большое-большое значение для теории Янга-Милса И поэтому у них есть специальное название Вот антиавтодуальное поле с конечным действием Янга-Милса называется инстантоном А автодуальное поле с конечным действием называется антиинстантоном Ну, по причинам, которые сейчас, может быть, и не стоит обсуждать Почему, во-первых, откуда такое название Потом, почему инстантон называется антиатодальное поле Это во многих всего исторических причин Но, как я сказал, инстантоны реализуют локальные минимумы этого функционала Однако у него имеются не минимальные критические точки Хотя долгое время была гипотеза, что других решений нету Что, кроме минимумов, у этого функционала нет других решений А мы Лоренцеву или Эвклидову сигнатуры? Эвклидову Я все время у Эвклидова Дело в том, что в Лоренцевой сигнатуре очень трудно ловить эти инстантоны, топологические решения Поэтому, вот в этой теории об описании пространства модуля И, естественно, делать эту эвклидовую формировку Потому что там сразу видны вот эти топологические решения Вот инстантоны И, как я сказал, нашим главным объектом для изучения в этой теории Будет пространство модуля, которое я обозначаю через МК Это пространство модуля Полиенга-Милса с фиксированным топологическим зарядом Оно определяется, как я уже сказал Это пространство всех Полиенга-Милса с фиксированным топологическим зарядом по модулю Калибротшим преобразованием Структура этого пространства еще очень далека от того, чтобы быть понятным Однако аналогичная проблема для инстантонов То есть описание пространства модуля инстантонов на Р4 Уже решена, и уже несколько лет назад она была решена В известной работе Ати Дринфильда, Хитчина и Манина В которой они опирались на так называемый твистерный подход Для того, чтобы это сделать, я сначала должен объяснить, что такое твистер и оттуда они вырисованы Значит, давайте я перейду непосредственно к построению так называемого базисного твистерного расслоения над Р4 Для этого мы сначала возьмем и компатифицируем нашу Р4 до евклидовой четырехмерной сферы С4 И я построю сначала расслоение над этой евклидовой четырехмерной сферой А потом ограничу его на Р4 Сферу С4, поскольку мы в четырехмерном случае находимся, удобно интерпретировать в терминах Кутернеона Кутернеоны это специальный язык для четырехмерия Так же как в двумерном случае, в двумерии мы знаем, что специальный язык для двумерия это комплексные числа И в двумерии мы знаем, что двумерную сферу часто бывает очень удобно отрислять с Риммановой сферой, которую я здесь обозначаю через СП1 Имею в виду, что это проективная комплексная прямая И все время буду писать как СП1, чтобы все время помнить о том, что Риммановая сфера это комплексная многообразие для нас Мы рассматриваем как комплексная многообразие Так вот так же как эту двумерную сферу отрисляют с Риммановой сферой, то есть комплексной проективной прямой Точно так же можно четырехмерную сферу отрислить с КППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП Вот эти квадратные скобки как раз означают, что это пара, предназточное умножение на квадранион Теперь квадранионы. Что такое квадранионы? Я сейчас не могу подробно об этом говорить, но для меня квадранион Q это вот такая комбинация комплексных чисел с мимо единицей, G Z1 плюс Z2G G надо писать справа Где G, это еще одна мимо единица, то есть G в квадрате равняется минус единицы и она коммутируется с привычной для нас мимо единицы I Таким образом здесь есть две мимо единицы, на самом деле можно и третью внести Просто произведение этих ежей И вот квадранионы для меня это просто пара комплексных чисел, записанных в таком виде С очевидным умножением Умножение очевидным образом вводится с учетом того, что я сказал Вот теперь, зафиксировав это отописление четвертмерной сферы с проективной квадранионной прямой мы можем построить базисное твистерное расслоение на DS4 Именно вот это такое расслоение И вот вы сейчас увидите полис квадраниона В квадранионах оно записывается просто тофтологически формулой Как видите, это одно и то же Z1, Z4 и здесь Z1, Z4 Просто тофтологическая формула А само расслоение, конечно, совершенно нетривиальное Но смысл... Почему так можно написать? Потому что смысл вот этих квадратных скобочек он разный Здесь квадратные скобочки означают, что это точка трехмерного комплекса проективного пространства То есть эти Z1, Z2, Z3, Z4 Вот эта четверка определена с точностью умножения на ненулевое комплексное число А вот эта пара Здесь квадратные скобки как вот Как квадранионный проективный прибой Эта пара определена с точностью умножения на ненулевой квадранион Отсюда вытекает что у этого расслоения Видите, здесь факторизация гораздо более сильная Поэтому у этого расслоения на самом деле есть слой И слой это и есть просто три моносферы Комплексная проективная прямая Значит это вот такое расслоение Оно на самом деле очень интересное И оно возникает во многих вопросах, связанных с четырехмерием Вот эти слои этого расслоения тоже нетривиальные Это вот, как я уже сказал, комплексные проективные прямые Но это не просто прямые Они не вариантны, как очевидным образом, относительно умножения справа на G Потому что это квадранионный То есть слой должен в этом варианте относиться к умножению G А это умножение задается вот таким образом Значит это такие проективные прямые, которые не вариантны относительно вот такого сопряжения Вообще это очень интересное расслоение Про него много можно говорить Но вот я, например, одну вещь только скажу Что это на самом деле комплексная версия известного хоффовского расслоения Иногда говорят, что это второе хоффовское расслоение Это расслоение семимерной сферы над четырехмерной сферой Со слоем трехмерной сферы Здесь у нас было Вот в этом базисном проективном представлении Базисном расслоении Здесь было, видите, ЦП-3, то есть шестимерное пространство И слой был Проективного внимания, то есть двумерное пространство Вещество А здесь, видите, у нас семимерная сфера А слой трехмерный Но это получится, если Если из ЦП-3 подняться на С-4 То там как раз вот эта сфера и возникнет То есть это, так сказать, комплексификация Можно сказать, что Комплексная версия вот этого хоффовского расслоения К чему я тоже потом вернусь Ну, неважно Тем не менее, мы построили пока хоффовское расслоение над четырехмерной сферой Если мы вырежем из этой четырехмерной сферы бесконечность То то, что у нас останется Это и будет наше эрклидовое пространство Над которым нам и нужно это расслоение Таким образом У нас есть расслоение ЦП-3 С выброшенной Одной проективной прямой, Которая есть слой просто над этой точкой бесконечность На ДР-4 Здесь я, пожалуй, должен что-то нарисовать Итак, у нас есть У нас есть Вот это наше пространство Есть R-4 Вот здесь бесконечность Которую мы добавим, чтобы получить R-4 И у нас есть слои над точками Это точка чрезмерного пространства Есть слой, который Есть проективная Прямая, как я могу сказать Проективная прямая То есть сфера Вима Если мы возьмем здесь Это пространство Оно расслаивается Параллельными плоскостями ЦП-2 Параллельными плоскостями Оно расслаивается Таким параллельным пучком плоскостей Которые Эти плоскости, конечно, не пересекаются Поскольку они параллельны Они пересекаются Каждый пучок Сдаётся некоторыми точками Вот в этом слое над бесконечностью ЦП-1 бесконечностью Давайте теперь возьмем Произвольную точку здесь Я хочу дать интерпретацию Вот в этом же слоении Которое я только что построил Геометрическом Интерпретация такая Возьмем Произвольную точку здесь Здесь у нас есть Проекция, как мы знаем Здесь есть Проекция Которая Касательное пространство этой точки Относится Касательное пространство этой точки Экву Опять четырехмерное пространство Тогда Интерпретация такая Что Эта точка Это На самом деле Есть некоторая комплексная структура То есть Линейный оператор В квадрате равном На этом пространстве Почему? Потому что Мы берем эту точку Мы берем Проходящую через эту точку Плоскость Проективную ЦП-2 Тогда У нас отображение Касательное Отображение Эти созвездочки Это осуществляет Эту плоскость И тем самым Эта комплексная плоскость Поэтому На этой плоскости Возникает комплексная структура И Таким образом В слое Этого расслоения Есть просто пространство Всех возможных Комплексных структур То есть Операторов Линейных А вот это Вот это И есть Известная Теперь Интерпретация Которая Это Твистерное Пространство Твистерное Расслоение Это Твистерное Пространство Фиксированной Точке Ку Это Пространство Комплексных структур На этом пространстве Которое совместимое С метрикой Вот такая Замечательная комплектация Я все-таки Начал с того Что я хочу Дать твистерное описание Инстантонов И Поле Янга-Милса Сначала Начнем с Инстантонов Давайте рассмотрим Как я уже сказал Пространство Модулей Инстантонов Фиксированным Логическим Зарядом Который Определяется Как пространство Всех Инстантонов Факторизованное По калибровочным Преобразованиям Тогда Оказывается Это Пространство Модулей Пространство Модулей Инстантонов Можно Отождествить С голомостными Расслоениями Над пространством ЦП3 Тривиальными На слоях Расслоения В чем условия Вот у нас Есть наше Расслоение ЦП3 Здесь Р4 Который Сойдет Р4 На Р4 У нас есть Поле Янга-Милса Конечно Мы это Поле Янга-Милса Можем поднять Наверх Здесь Возникнет Некий объект Вообще говоря Возникнет Решение Некоторого Уравнения Казалось бы Оказывается Что это уравнение Есть просто уравнение Кошель Удивительный факт Такой некий Это общий факт Связанный Твистерами Этот факт Это так называемый Твистерный Программ Физеролог Он говорит так Что если взять решение Конформенный Уравнение На Р4 И Поднять их На Твистерное пространство То что получится Должно быть Объектом Голоморфной Геометрии В таком смысле Уравнения исчезают При этом При образовании Пенронта Остаются только Объекты Голоморфной Геометрии Это напоминает То что Было сделано Эйнстейном Гравитации Там идея была в том Что если у вас есть Какое-то пространство С массами Если вы ведете Подходящую метрику То никаких уравнений нет А есть только Чистая кинематика Движение по геометрии Здесь нечто В этом роде И Пенроз как раз это подчеркивает Что если вы Подниметесь На Твистера То на Твистера Уравнение у вас не должно быть Долкнуть только Объекты Голоморфной Геометрии И вот в данном случае Это как раз От Я и Ворд Дошли подтверждение А именно Решение Вот этих уравнений Двальности на Р4 На самом деле Соответствует просто Голоморфному Расслоению В качестве группы Нужно взять Комплексифицированную Группу Если это была СУ2 группа То здесь просто будет Группа матриц С определить Единица Вот Ну и здесь еще Надо еще Добавить Что эти Расслоения Должны быть Центрированы Это происходит Из-за того Что мы На самом деле Тривилизация Не на ЦП3 А на ЦП3 Минус цена Должность Поэтому Надо добавлять Некоторые условия А условия Стоит в том Что Тривилизация Должна быть Фиксированная На выборочную Приму Чтобы На самом деле Были Не на С4 А на ДФ4 Давайте На этом я Сильно не буду останавливаться Это некое техническое Просто условие Не столь важное И вот Пользуясь Вот этой Твисторной интерпретацией Атии Ворда Затем В работе Атии Дринфельда Хитчина и Малина Было дано Полное описание Пространство модуля Инстантон Которое сейчас известно Под названием АДХМ конструкция АДХМ конструкция Это все в случае Инстантонов Таким образом Задача для инстантонов Полностью решена Это было большое достижение Потому что Физики Долгое время Занимались этим И они описали Большие классы решений В частности Есть известный класс Тхофта Где был Большой Большой класс решений Этих уравнений Дуальности Нам всех не удавалось описать Вот Эта конструкция дает Уже полное описание Тех решений В основном Дуальности Но это Достижение Математики Как раз Интересно Для физики Редкий случай Теперь мы Хотели бы Распространить Эти результаты На произвольные Поля Янга-Милса Для этого Нам бы хотелось В частности Иметь Назад И Было предложение Такая интерпретация Была получена Она была получена Сразу несколькими авторами Ну немножко С разным подходом Значит Был подход Виттона И работа была Опубликована им Затем был подход Физиков Грина, Айзенберга, Яскина И Манн Затем Манн Как вы знаете Даже книгу написал В котором Это все Излагается Давайте Я напомню Вот эту конструкцию Я уже тут Ссылаюсь на Манн Хотя В общем Более Она аналогична На всех этих трех На всех этих трех На всех этих трех На всех этих трех Для того Чтобы описать Для того Чтобы дать описание Манн Описание произвольных Полей Янга-Милса Не только Инстантом Давайте обозначим Через ЦП-3 со звездочкой Двойственное проективное пространство Можно понимать его так Что это просто пространство Комплексных плоскостей Проективных В ЦП-3 Значит ЦП-3 это было множество точек ЦП-3 А здесь Это пространство Комплексных плоскостей И давайте рассмотрим Пространство F Флагов Вот в этом прямом произведении Флаг Это вот что такое Это точка Содержащая ее Проективная прямая Точка Содержащая внутри Проективной прямой Тогда Это пространство Можно описать Уравнение Очень легко Уравнение Вот в этом пространстве Это так называемая Квадрикоинцидентности А именно Если мы введем Однородные координаты Которые обозначают З в квадратных скоках И Кси в квадратных скоках На этом пространстве То эта квадрика Создается вот таким Очень простым Простой формулой И она называется Квадрикоинцидентности А вот это Здесь имеется ввиду Просто спаривание между ЦП-3 и ЦП-3 двойственной Вот оказывается Что поля Янг-Милса Будут описываться Именно Некоторыми объектами На вот этой На этой квадрике Инцидентности Или если хотите На пространстве флагов Как вам очень нравится Описание такое Во-первых Дается описание Голоморфных полей Янг-Милса То есть Здесь берутся решения Исходных поражений Они продолжаются На комплексное Пространство Комплексификацию Это комплексификация ЦС-4 И эта комплексификация На самом деле Отождествляется Сграссовым Многообразием Проективных Прямых ЦП-3 А именно Такие поля Значит это были Поля сначала Я напомню Были поля На комплексификации Вот этого С-4 Так вот Такие поля Соответствуют Опять же Голомортным расслоениям Как и в предыдущем случае Квадрикой Не на пространство ЦП-3 А на квадрикой ЦП-3 Умноженное ЦП-3 Со звездочкой Но эти расслоения Причем должны удовлетворять Следующим Двум условиям Во-первых Они должны быть Тривиальны На некоторых Так сказать На слоях Слоями Я их обозначаю Через Ку-Отель Где R Это проективная прямая А на самом деле Ку-Отель Это вот что такое Это сечение Проективной прямой Сечение Пространства Флага А именно Это все такие Флаги Состоящие из точки Содержащие ее Проективной плоскости П Такие что точка Лежит внутри L А L Лежит внутри P То есть это уже Полные флаги Но сфиксированы Вот эти Сфиксированы Так вот Поля которые мы Подняли на квадрику Ку-Отель Должны быть Тривиальны На вот этих Таких Квадриках Ку-Отель И это вполне Соответствует тому Что будет Теория Ати-Отель А вот дальше К сожалению Есть еще одна Устория Крайне неприятная Но тем не менее Она есть и ничего с этим не поделаешь А именно Это условие Стоит в том Что такие поля Должны гламорфно продолжаться На третью Инфинтезимальную окрестность Вот этой квадрики Ку-Отель Вот в этом Произведении Я не буду говорить Точно что это означает Что такое третья Инфинтезимальная окрестность Скажу Постараюсь пояснить Что это такое Вот видите У нас Мы сначала Получили поле На вот этой квадрике Инцидентности То есть Поле На многообразии Являющемся нулями Вот такой вот Квадратичной формы Теперь Так же мы говорим Что этого не достаточно Чтобы это было Поле Янгенец Чтобы это было поле Янгенец Оно должно Продолжаться чуть в большее Чуть в большее Утолщение Так сказать Этэ квадрике Утолщение Это вот такое Чтобы мы раньше допускали Поля в которые не входило Вот такое произведение Поскольку весло Оно должно быть равно нулю Теперь мы допускаем Чтобы он содержал такое произведение Только на втором порядке И так Мы должны построить Голоморфное расслоение Которое Функции перехода Которого Зависит от Возможно зависит от Z кси И от Z кси в квадрате Это Есть необходимые Достаточные условия Чтобы то что мы получили Отвечало Поле Янгенец Как вы видите Описание не очень приятное Прямо скажем И оно совершенно Конструктивное Из него понять Структуру Поле Янгенец Очень трудно Вот А я хочу Сейчас дать еще одно Описание Которым мы собираемся Как раз Пользоваться Есть другое описание Пространство модулей Инстантонов Отличное От этой АТХМ конструкции Которое Было предложено АТИО и Дональдсоном И которое Можно рассматривать Как двумерную редукцию Вот теорема АТИ Борда Которую я сомневил Теорема о том Что мы можем поднимать На ЦП3 А именно Согласно Этой теореме АТИ Дональдсона Это пространство модулей Инстантонов Которое нас интересует Можно отразвестись С пространством С классами эквивалентности Галамортных расслоений Не на ЦП3 А только на ЦП1 Умноженное на ЦП1 Которое тривиально На некоторых Там оно было тривиально На всех слоях А здесь вот Тривиально только На двух прямых Ну опять здесь нужно Сказать несколько слов О том Что такое Центрированное расслоение Давайте я это опущу Это все-таки Техническая вещь А вот то что стоит здесь Это объединение Двух проективных прямых На бесконечности Вот они написаны Две проективные прямые На бесконечности Значит Раньше у нас было Расслоение на ЦП3 Которое тривиально На всех слоях Теперь у нас расслоение На двумерном пространстве ЦП1 Умноженное ЦП1 Произведение двух сфер Но оно должно быть тривиально Всего лишь на двух На вот этом координатном кресте Очень похоже И конечно это выглядит Как двумерная редукция К сожалению Доказательство совсем Совсем другое Получить как двумерную Редукцию из теории Марки Ворда Это результат По крайней мере я не знаю Как получить Доказательство совсем другое Вот Атья предложил Интерпретацию правой части Вот эти Голомортные расслоения На ЦП1 На ЦП1 На ЦП1 В терминах Голомортных сфер И вот это самое Для нас интересное Голомортных сфер В пространстве Петель Теперь я должен К сожалению Я должен еще один Ввести объект Это именно пространство Петель Я надеюсь что может быть Кто-то знает Но для тех кто не знает Я напомню Итак у нас есть Наша группа Г Которую я говорил Можно считать что Просто это группа СУ2 И пространство петель Этой группы Компактное Это вот что такое Надо взять группу Петель И профитеризовать По самой группе Г Группа Петель Это отображение Из фиксированной окружности В группу С операцией Послойного Поточечного Угнажения А Ж в знаменателе Ж в знаменателе Оточисляется С пространством Постоянного Просто отображения Оказывается Что это пространство Вот на самом деле Если вы посмотрите На его определение Здесь ничего комплексного нет В этом определении Удивительным образом Это комплексное Многообразие Одно из самых интересных Постоянственных Многообразий А именно Благодаря следующей Теореме Теорема Не знаю кому она принадлежит Наверное это теорема Бергкоффа По крайней мере Я не знаю точно Кто является ее автором Теорема такая Что это пространство На самом деле Можно еще представить Как фактор Некой комплексной группы А именно ЛЖЦ Это комплексная группа Видите Здесь отображение Не в группу А в ее комплексификацию Но профитеризовать Конечно Нужно побольше Подгруппы Естественно В прошлый раз Мы фатеризовали По постоянному Отображению А здесь Мы должны фатеризовать По отображениям Которые Беломорфно Продолжаются Внутрь диска Это то что называется Треугольная Треугольная Подгруппа На самом деле Вот то что здесь написано Это такая Тераметрическая Аналог Представления Матрицы В виде произведения В виде произведения Унитарной Или треугольной Так это не сразу видно Но придется вам не поверить Так вот Атья Предложил Следующую Интерпретацию Правой части Вот эти Голоморфные Расслоения На самом деле Это голоморфные Сферы То есть голоморфное Северный полюс Отображается Вот в тот Класс Постоянных Отображений Которые играют Итак Из Вытекает Совершенно Простое Утверждение Которое Я думаю Всем понятно И его очень легко понять Это пространство Модулей Которые нас интересуют На самом деле Есть пространство Голоморфных Отображений Сферы Физики Надо отдать Им должное Они давно подозревали Что что-то такое Что-то в этом роде Должно быть Что должно быть Соответствие Что поля Это нечто Как физики говорят Керальные поля Это так сказать Керальные поля Но бесконечно мерные Ведь это бесконечно мерное Многообразие Так что физики Подозревали Что что-то такое Должно быть Но вот насколько я знаю Я не знаю Атьяв знал об этих Подозрениях Физиков Но в самом случае Вот он доказал Я думаю что знал Теперь Значит Теперь интерпретация Теперь я хочу дать Интерпретацию Все-таки Полей Видите Здесь Вот эта интерпретация Относится только Константонов И для Полей Омега Ж Как обычно Назовем просто Интеграл Дирехле Значит Это интеграл От Интеграла Дифференциала Точнее от квадрата Дифференциала А здесь стоит Метрика на cp1 Обычная Конформная метрика На cp1 Поскольку Это риммоновая сфера Вот эта метрика На риммоновой сфере Здесь стоит А норма Вот эта Норма Дифференциала Только нужно сказать Как она вычисляется Она вычисляется В риммоновой метрике На омега g Я сказал Что вот эта омега g Это комплексное многообразие На самом деле Оно Я еще Сказал Что это келлеровое Это означает Что на нем есть Не только комплексная структура Но и совместимость Риммоновой метрика Вот эту риммоновую метрику И можно здесь взять И тогда будет Такое Определение Энергии Ну и как всегда Критические точки Функциональной энергии Всегда называются Гармоническими Ображениями В данном случае Просто гармоническими Сферами В этом пространстве омега Кроме того Можно показать Вот эти Что эти Голоморфные сферы Как я раньше Которые появляются В теореме АТИ Ну и точно так же Антиголоморфные сферы Это как раз Локальные минимумы Вот этого функционала Энергии Значит Критические точки Функционала Это гармонические сферы А локальные минимумы Это Голоморфное Антиголоморфное Отображение Это общий факт Относящийся К любым келлеров Многообразия Так вот Принимая Этого внимания Мы видим Что теорема АТИ Дональдсона А теорема АТИ Дональдсона Я сейчас напомню Вот она Теорема АТИ Дональдсона О том что пространство модулей Это Голоморфные сферы Так вот Теперь можно Теорему АТИ Дональдсона Переформулировать Следующим образом Что на самом деле Она устанавливает Вот эта теорема Соответственно Между локальным минимумом Двух функционалов Один функционал Это Действие Янга-Милса На калибровочных полях И локальный минимум Этого действия Как я сказал Это инстантоны и антиинстантоны А с другой стороны Это функционал энергии Гладких сфер На Омега-Ж И минимум Как я только что сказал Там это есть Голоморфные И антиголоморфные сферы Так вот Давайте перестелаем Некую Не совсем законную Процедуру Но тем не менее С физической точки зрения Вполне оправданную Давайте заменим Критическими Давайте заменим Локальный минимум Вот в этой теореме Заменим критическими Точками соответствующих функционалов То есть перейдем От решений Решений Первого порядка К решений Второго порядка То что мы получим И называется Гипотеза О гармонических сферах И так эта гипотеза Утверждает Что полные Поля Омега-Милса Соответственно Должны соответствовать Гармоническим сферам То есть То соответствие Которое было между Локальным и минимумным На самом деле Есть Должно быть и соответствовать Между соответствующими Критическими точками Ну конечно Та процедура Которую я сказал Вот это переключение От минимума Критическим точкам Она выглядит Не вполне законно Прямо скажем Обоснованный Но тем не менее Можно еще Интерпретацию Этого Переключения Придумать А именно Это Можно рассматривать Как процедура Прямо исчисления Или Реалификации Действительно Если бы в правой части У нас стояли Не гладкие сферы Пространства К петель А просто стояли Гладкие функции На комплексной плоскости Тогда Что бы означал Этот переход Этот переход Тогда бы означал Голоморт 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 И Голоморт С С С С С У нас Там были Гармонические Сферы Голоморт Петли Любое вещественное Утверждение Любая вещественная Теорема Должна превратиться Голоморт Таким образом Мы можем Попытаться Свести Вот это и есть Главная идея Казательства Почему я снова Вернулся К этой гипотезе Потому что Возникла новая идея Надо все Поднять На Твистерное расслоение И там Утверждение станет Голоморт Но для этого Надо иметь Соответствующие Твистерное пространство Для полей Янга-Милса Я уже Дал описание В терминах Пространства Флагов Или Квадрике Инцидентности В произведении Пространства И дуального Твистерная интерпретация Гармонических сфер В пространствах Петель Это мы Еще раньше Было Нами получено И она Основана На следующих Рассмотрениях Идея такая Сначала В пространстве Твистерное Мегеже Можно вложить Бесконечномерный Гарсминян Герберта И затем Воспользоваться Для отображения Гармонических Сфер Или вообще Для отображения Гармонических Сфер Гарсминян Можно получить Обобщая Соответствующую Конструкцию Для конечномерного Гарсминян В конечномерном Случае Гармонические сферы Гарсминян Описываются Описываются Это проекции Галаморф Опять пользуясь Твистерным Эти гармонические Сферы Гарсминян Можно получить Как проекции Галаморфных Сфер В так называемых Флаговых Расслоениях На Гарсминян Относительно Некоторые Специальные Отсюда Из этого Описание Давно Получено Но Из этого Описание Точнее Было давно Получено Что Проекции Гармонические Сферы В обратную сторону Это было Совсем недавно Получено В нашей совместной Работе С Юрией Белошапкой Но сейчас Это полностью Закрыт Этот Вопрос Из него В частности Вытекает Что Гармонические Сферы Я должен быть Аккуратным В конечномерном Случае Из вот этого Описания Вытекает Что Гармонические Сферы В Гарсминяне Можно получить С помощью Процедуры Типа А именно Нужно Последовательно Добавлять Гармонические Отображения Устроены Так Надо Последовательно Добавлять Галоморфные Антигаломорфные Специальным образом Склеивать И тогда Эти лесенки И Цветы Называют Из Галоморфных Антигаломорфных Отображений Дадут Произвольные Гармонические Отображения То есть с этой точки зрения гармоническое сопротивление устроено очень просто. Их можно выстроить из голоморта, ходить в голоморту. Это очень напоминает то, что произвольная гармоническая функция есть сумма голоморта и антиголоморта. Здесь, в нереем случае, конечно, это не сумма, но вот некая такая комбинация. Вам пришлось преодолевать, что вот эти флаговые расслоения, флаги, они же основаны все-таки на размерности, там размеры сфигурируют, а бесконечный в этом случае, конечно, никакой размерности нет. Тем не менее, оказывается, что в этих конструкциях не размерность играет роль, а только относительная размерность разных многообразий, то есть размерность фактора. А факторы по-прежнему можно сделать конечномерными. В общем, есть такое понятие виртуальной размерности, и тем самым изникает понятие виртуальных расслоений флагов, и в остальном вся конструкция конечномерная или бесконечномерный Гроссмельян тоже продолжается. И есть описание гармонических сфер в терминах вот таких гламотных сфер во флаговых расслоениях. Таким образом, если доказать, вот пока не доказано, твистерный аналог гипотезо-гармонической сферы, но этот аналог уже ясно, как он должен выглядеть. Он должен устанавливать взаимнозначные соответствия между гламотными расслоениями на цп3 со звездочкой, которые тривиальны на всех этих квадриках, и гламотными сферами виртуальных флаговых расслоений. Почему не удается пока показать, что это одно и то же? Проблема в том, что они на разных языках. Вот описание Малина, которое я давал, ну и Малина, Виттона, Эйзенберга, Галина Яскина, надо было бы, наверное, писать, оно использует дуальное пространство. Не только само артвистерное пространство, но и дуальное к нему. В то же время наше описание, здесь никакого дуального пространства нет, здесь только одно пространство фигурит, здесь нет дуального пространства каши. И вот из-за того, что эти описания дали на разных языках, пока нам не удается установить между ними соответствия. Если мы установим соответствие и докажем, что оно к тому же и взаимно однозначно, тем самым будет доказана твистерная гипотеза в гармонических сферах, ну и тем самым и сама гипотеза в гармонических сферах. В общем, есть некие надежды, что, может быть, это и у нас и сделано. Но для этого нужно придумать такой вот словарь, который переводит один язык в другой. Ну теперь спрашивается, а почему мы так боремся за эту гипотезу в гармонических сферах? Вот мы боремся из-за того, что мы хотим получить всё-таки описание, понять структуру полей Янга-Милса. Как я уже сказал, была первоначальная гипотеза, что таких полей, кроме инстантонов и инстантонов, вообще не существует. Гипотеза была в своё время выдана такой, что у этого уравнения Янга-Милса нет других решений, кроме локальных минов. Конечно, она была очень быстро опровергнута. Когда подастроили всякие примеры неавтодуальных полей Янга-Милса, но тем не менее, сколько таких неавтодуальных полей Янга-Милса, пока никто не знает. Вот если удастся доказать эту гипотезу, на что я очень, конечно, рассчитываю, то из неё, на самом деле, будет вытекать, что существует процедура типа Бэтменда, которая позволяет выстраивать произвольные поля Янга-Милса вот таким последовательным прибавлением инстантонов и инстантонов. Инстантонов, похоже на то, что есть для гармонических сфер. На самом деле, процедура будет, если нам удастся доказать эту гипотезу, то процедуру сразу переносят на случай полей Янга-Милса. И это, в частности, будет означать, что таких полей Янга-Милса намного больше, чем по сравнению с инстантонов и антиинстантонов. А это как раз тот факт, который до сих пор пока непонятен. Насколько их? Вот если эта гипотеза нужна, если она будет так разной, то будет видно, что их на самом деле очень много, с одной стороны. А с другой стороны, они действительно все выстраиваются из инстантонов и антиинстантонов. Спасибо большое. Спасибо.